Какой должна быть ручка первоклассника? Есть ли смысл в поиске чего-то особенного, или можно просто приобрести обычную и недорогую, так как все дети теряют или ломают пишущие принадлежности? Само собой, ребенок, который собрался в первый класс, должен иметь качественные и удобные письменные принадлежности. Несмотря на то, что мир перешел на печатную основу, четкий и понятный почерк все равно нужен каждому. Не говоря уже о том, что во время письма развивается мелкая моторика. Также, когда человек сам записывает что-то, он быстрее запоминает и усваивает информацию. Большая часть педагогического состава утверждают, что регулярное письмо ручкой на бумаге помогает воспитать в ребенке много полезных качеств. Выбираем ручку для первоклассники, выбирая пишущий предмет для первоклассника. Который будет пригоден для уверенного письма еще не совсем окрепшей руки, необходимо обратить внимание на некоторые важные моменты. Озвучено Яндекс.ПичКит. У ребенка должно выработаться правильное положение кисти и пальцев. Но в то же время он не должен быстро уставать и напрягаться. У малышей до 6-8 лет еще слабо развиты мышцы кистей рук и координация пальцев. Соответственно, нет привычки к долгим статическим нагрузкам. Если пишущая принадлежность будет тяжелой или неудобной, то пальцы будут постоянно уставать, а процесс письма окажется для ребенка неприятным. Гелевая или шариковая ручка. Шариковые ручки неизменно занимают первое место по выбору пишущей принадлежности для первоклассника. Педагоги в один голос твердят, что шариковые лучше гелевых. Отличительной чертой в строении ручек является шарик. В гелевой ручке шарик перенесен внутрь наконечника, а для письма используются густые специальные чернила. Также в шариковой ручке содержимое стержня поступает, отвечая на силу тяжести через шарик. В гелевой попадает через капилляры стержня. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok